Так, по просьбе владельцев планшетов с форума, объясню, как сделать красивую оболочку на ваш автомобиль. Для этого вам понадобится Total Launcher и, собственно говоря, Photoshop. В Photoshop готовим предварительный макет, который будет максимально точно соответствовать вашей машине. Значит, к комментариям к видео я выложу ссылку на этот фотошоповский файл, и вы сможете отредактировать под вашу машину. В машине мы планшет Nexus 7. Размер экрана у нас стандартный, поэтому если у вас размер экрана отличается, вы его можете поменять. Заходим в изображение, размер изображения, и здесь прописана ширина и высота вашего экрана. Вот и все, можно поставить абсолютно любой. Далее, специально разрезал сам макет на несколько слоев. Основной слой это, собственно говоря, у нас кнопочная база и отсек для спидометра. Если у вас соотношение сторон правильное с вашим планшетом, значит у вас здесь будет круг. Если нет, планшет растянет, и здесь будет овал. Лучше продумать это с самого начала. Значит, видим здесь мы 8 кнопок, 4 слева, 4 справа. Здесь оставлено место для виджетов уведения текста песен, ой, названия песни. И, собственно говоря, вот и все. Можно еще часы и пару кнопочек здесь вставить. Минимальный дизайн, ничего лишнего. Значит, надписи будут выглядеть примерно так. Берем текстовый виджет, создаем при помощи Total Launcher и наносим его на кнопочку. Все, после этого можно пользоваться. В Total Launcher вы при помощи скроллинга по экрану сможете разместить надпись, куда захотите. Сложно, ничего нет. Значит, с этим вроде все понятно. Возьмем слой, который у нас есть. Это слой кнопок. Поверх него я также сделал отдельный слой. Это само свечение. Свечение вы можете при помощи изображения, коррекция. Цветовую насыщенность поменять на любой цвет, который вам нравится. Добавить насыщенности. Желтый, оранжевый, зеленый. Какая у вас там машина, какая подсветка родная, под нее и подстраивайте. В моем случае достаточно вот такой стандартной подсветочки. Так, подсветка у меня светлая. Дальше. Вам надо желательно логотип вашего автомобиля. С этим все просто, помогает нам Google. Значит, в моем случае машина Lexus и нужен мне логотип Lexus. Пишем в гугле Lexus logo и добавляем PNG. PNG это картинки, у которых отсутствует фон. При этом вам меньше придется мучиться, удаляя его. Выбираем картинки и смотрим, какой вам логотип наиболее подходит. Под ваши размеры. Ну, допустим, здесь бы даже красиво смотрелся. Какой-нибудь круглый логотип, вот, например. Так, как вы видите, картинка загрузилась и фона у нее нет. Вот такие квадратики нарисованы. Для этого дальше скачиваем картинку, куда нам она надо. Открываем ее с помощью Photoshop. Все, есть у нас эта картинка. Теперь мы можем выделить все это. Ну, вот, например, возьмем инструмент выделения. Выделим, скопируем и вставим на нашу магнитолу. Где-то она у нас вот. Редактировать, вставить. Вот, дальше ее можно отмасштабировать. Масштабируется на клавиатуре, нажимается, хотя, в принципе, проще показать здесь. Трансформирование, свободное трансформирование. Вот, вы можете подтянуть необходимые вам размеры. Если нажмете кнопочку Shift, то масштабироваться будет строго с пропорциями основной картинки. Собственно говоря, вот у нас есть логотип. Логотип вырезан немножко неаккуратно. В принципе, его можно оккультуривать. Ну, можно подобрать логотип получше. В моем случае, давайте еще покажу, как этот логотип можно сделать красивее. Берем, нажимаем выделение. Так, вначале выделяем слой наш. Нажимаем Ctrl и нажимаем по слою. Слой у нас обвелся выделением. Выделение, модификация, растушевка. Вот, растушиваем его, скажем, на 3 пикселя. Ну, давайте на 5 для большего эффекта. После этого нажимаем выделение, инверсия и удаляем все, что у нас осталось. Кнопочка Delay. Все. Смотрим на логотип. Логотип стал более няшным. То есть, внешний фон немножко подудалился. Все, примерно в таком виде можно встраивать машину. Дальше только ланчером наносим надписи. Если нужно будет, сделаю еще одно видео. А, ну и для верности, ну, сохранить, соответственно, выбираем, как его сохранить. На JPEG файл, например. Затем просто закачиваем этот файл на планшет и ставим его в качестве обоев. Вот и все. То есть, у нас в папочке Lexus появилась наша картинка. Оболочка, которую мы только что наносим. Кому не подходит стандартный фон, я сделал несколько разных фонов. Значит, вот это у нас слои. Включая или выключая слой здесь отображения, мы можем менять насыщение нашей картинки. Значит, выключаем лого, например, и вот включаем основной вариант. У нас есть дальше несколько слоев фонов. Все фоны черные, максимально сделанные под автомобиль, стилизированные. Ну, мало ли у кого-то есть какая-то потребность, может поменять. Вот, соответственно, сложного, опять же, ничего нет. Взяли, вот нравится вам кожа. Нажали, и у вас уже в вашем магнитоле нахуй не кожа. Сохранили, и теперь у вас уже будут обои цветом кожи. Собственно говоря, не могу сказать, что нужны большие знания для работы с фотошопом. Так как файл уже подготовлен, слои уже сделаны, вам просто надо включать или выключать тот или иной слой. Спасибо. 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 Спасибо.